Добрый день, друзья мои! С вами обзоры и тесты от Бородача И сегодня я рассказываю про Химкалин Крем для мужчин Для мужской силы Наконец-то у меня руки дошли его протестировать Тестировал я его 17 дней подряд И могу рассказать про свои результаты В интернете очень много про него отзывов Причем отзывы как положительные, так и отрицательные У всех разные У меня такой средний отзыв В принципе, он работает Работает довольно-таки нормально Но хотелось бы, конечно, побольше Но, наверное, я привык просто к более сильным средствам Типа Сиалиса Поэтому для меня Химкалин так себе Но вообще, крем рабочий В общем, вот Химкалин Прошу любить и жаловать Тюбик 30 грамм В нем такой гель какой-то оранжевый Сейчас я вам его покажу За 17 дней я этот тюбик почти полностью израсходовал Ну, там еще немного осталось Может быть, дня на три еще хватит Вот такой вот какой-то желтый-оранжевый гель Пахнет он весьма вкусно, кстати Для тех, кто знает, как крепленные вины пахнут Херес там или портвейн какой-нибудь Вот он пахнет, кстати, портвейном Итак, посмотрим, что же здесь в составе Никакой, к сожалению, инструкции в коробочку не кладут Состав написан просто вот здесь вот на упаковке Причем по-английски Ну, я по-русски, естественно, в интернете тоже нарыл и посмотрел В общем, здесь в составе масла Десяти различных растений Причем растения мне абсолютно неизвестные, кроме одного Непонятно, что это растения Какие-то индийские, национальные В общем-то состав получается полностью натуральный Растительный Никакой современной химии Может быть, поэтому этот крем не так сильно действует, как хотелось бы Конечно, с Виагрой не сравнить Но если сравнивать с какими-нибудь другими растительными препаратами В принципе, на уровне Хотя, если честно, мне препараты, которые надо в таблетках глотать Больше по действию понравились Но если вдруг вы не можете ничего глотать Современная химия Виагра, Сиалис, Левитра вам противопоказана Других вариантов у вас нет В принципе, и химокалин пойдет Либо как дополнение к лекарственной терапии Как же это работает? Как же это действует? Действие на самом деле весьма стандартное Все подобные средства направлены на одно Это на то, чтобы расслабить и расширить сосуды В основании нашего Василия Которые как раз и отвечают за хороший стояк Сосуды расширяются, расслабляются Кровь поступает И Василий встает по весь свой полный рост Ну, в принципе, все средства так работают Химокалин не исключение Кому это может помочь? Ну, во-первых, тем, у кого есть проблемы психологического плана Неуверенность в себе, боязнь неудачи И все такое, множество вариантов есть При этих психологических проблемах Нарушена связь между мозгом и Василием И мозг плохо контролирует Василия В том числе из-за того, что сосуды постоянно находятся в стрессе А не сужены Химокалин поможет В принципе, должен помочь Я не могу обещать ничего Больше всего, я думаю, он способен помочь Тем, у кого проблемы физиологические То есть, у кого сосуды из-за старости Или из-за постоянного курения И постоянного бухла Сужены Находятся в стрессе В плохом состоянии Вот этим людям, наверное, химокалин поможет больше Ну и как применять? Здесь, в принципе, все легко Высшего образования для этого не требуется Берем своего Василия в левую руку В правую руку берем химокалин Выдавливаем на Василия вот такую вот сосиску Как я вам показывал И втираем Самого Василия И в основание вокруг него Голову не мажем Потому что ее сожжет Небольшой жженей такой от этого крема Голова, она нежная такая Поэтому голову мазать нельзя Яйца тоже мазать не надо Мажем самого Василия Основание вокруг него Голову и яйца не трогаем Как мазать? В общем, по инструкции пишут, что Один-два раза в день надо мазать Я мазал два раза в день Поэтому у меня за 17 дней почти целый тюбик ушел Если мазать один раз в день больше, чем на месяц, получается, хватит Чисто теоретически Когда ждать эффекта? Ну, в принципе, первый эффект я почувствовал, наверное, где-то Дней через 6, может быть, через 7 До этого я мазал впустую Никакого эффекта не было А вот где-то дней через 6-7 эффект появился А дней через 10 Уже появился заметный такой эффект Стояк был лучше, чем естественный природный И, в принципе, мне это дело понравилось Стоит лучше На повторный заход заходит через меньшее время В общем-то, вещь рабочая Но, повторюсь, конечно, менее рабочая, чем современные химические препараты Мы будем делать скидку на то, что это, в общем, чисто растительный препарат К моему большому сожалению Уже несколько лет Вот все индийские средства, о которых я рассказываю У нас в аптеках уже не продаются Они не получили там какие-то лицензии, сертификаты Хотя вот эта вот компания Гималайя Очень известная по всему миру Раньше в аптеках она продавала спокойно Сейчас почему-то не продают Поэтому надо заказывать либо в интернет-магазинах Либо, как я, покупаю в отделах индийских товаров У меня в городе два таких магазинчика, которые торгуют вот этой всякой индийской байдой Там я и покупаю Стоит вот такой вот тюбик 30 грамм 380 рублей Если по одному разу пользоваться, как я уже говорил То, в принципе, больше чем на месяц хватает По сравнению с современными средствами Типа Виагра совсем недорого Так что, если вы поклонник индийской народной медицины Ну или вообще Таких вот народных средств Не химических То для вас вполне подойдет Ну и вывод я сегодня делаю такой Химкалин Крем для смазывания Василия Работает Повышает Все нормально Но хотелось бы, конечно, побольше Хотя, может быть, как дополнение к лекарственной терапии Если одновременно двух зайцев можно убить И заглотить внутрь И смазать снаружи То, наверное, тогда будет работать лучше Вот такой вот сегодня рассказ Долго здесь говорить особо нечего Ставьте лайки, если вам понравилось Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете Ну и подписывайтесь на мой канал Если вдруг вы еще не подписаны И да пребудет с нами сила Тодалафила Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!